Доброе утро, дорогие друзья! Напоминаю, сегодня пятница и у нас с вами девятый день месяца Ниссан. Если кто помнит, то 12 дней месяца Ниссан это сжатая такая, как бы, суть того, что произойдет в каждом из 12 месяцев года. Так говорят мудрецы. Сегодня девятая Ниссана соответствует месяцу Кислеф. Ну, само слово Кислеф произошло на арамейском языке, слово Туча. В нем усиливаются дожди и это самое написанное лучшее время для молитвы. Кроме того, можно разделить это слово на два, карман и сердце. И мы должны просить написанного Ашема в этот день наполнить наши карманы изобилием, а сердце здоровьем. Вот эти вот молитвы необходимы в день девятого Кислефа. На Кислеф еще выпадает Ханука, праздник свечей. Как мы с вами знаем, что свеча Бога это душа человека. Поэтому надо молиться, написали мудрецы, чтобы немножечко света зажглось в наших сердцах. Мы приближаемся с вами к празднику Пейсаха. Это праздник ясности, когда каким-то образом стало все известно. Ну, вот давайте возьмем такой пример. Предположим, ты не был на Сейшелах. Но вряд ли у тебя это повод для того, чтобы сомневаться в их существовании. Ну, во-первых, есть карты, есть люди, есть свидетели и так далее. Но посмотрите, что происходит в нашем мире. У нас с вами есть много людей, называющих себя атеистами. Они не верят, не знают и так далее. Они не видели. Вот если Бог передо мной показался, я бы увидел и сказал да. Но у нас тоже есть та же самая ситуация. Есть масса книг, которые идут прямо от истории выхода из Египта. где миллионы свидетелей описывают нам ситуацию, как все было. У нас есть Тора как свидетельство, у нас есть свидетели как свидетели. Но, тем не менее, какое-то количество, ну, я скажу так, людей все-таки ждут, что очередной раз подтвердится их происхождение от обезьяны. Поэтому нам надо понять, что человек очень избирателен в своем подходе. Мудрецы сказали, что мы все видим, но не хотим. У нас такое, знаете, вот неудобство такое. Сказано, что человеку следует подвести итог своим прошлым заблуждениям и честно взглянуть на мир. Если хотите сказать, что я, ну, не надо дурак там, ну, сказать, я не видел очевидного. Надо начать все сначала и видеть мир другими словами, другими глазами, уже глазами разумного, если хотите, верующего человека. У нас же всегда считалось как, что я верующий, а я разумный. Это совсем наоборот. Нам два шага до шабата годоль. В году есть один шабат, называется Великий Шабат. Этот шабат наступает сегодня вечером. Много-много объяснений, почему это, но я скажу несколько другое. Одно из многих. 10-го числа Ниссана сыны Израиля демонстративно отреклись от этих обычаях, навязанных им в Египте. Вот они взяли вот этого божества, как бы, Египта, привязали к своей кровати. И когда их спрашивали, говорят, ну, зарежем завтра. Вы представьте себе, это сложно так понять. Но давайте возьмем самые понятные для нас сталинские времена. Сталинское время, там, репрессии, все. И вот люди начинают выходить там, ставить дома плакат «Долой убийц из Кремля», скажем. Или там нет сталинскому режиму. Ну, это, на это нужно какое-то мужество? Не мужество, это великое мужество. А это сделал весь народ. И весь народ в этот момент поменял предопределение всего. Бог вырвал субботу еще. Почему вот именно суббота, да? Для исполнения вот этой заповеди Карбан-Пейсах. Это святой день. Именно поэтому обладает огромной духовной силой. Мудрецы говорили, если человек начинает соблюдать шаббат, ему будут прощены все прошлые веки, даже такие, как служение идолам. Поэтому наша задача не пропустить эту великую субботу. Надо, наша задача, увидеть ее глазами вот этими вот верующего человека. Наша задача рассмотреть в этой субботе вот тот великий свет, который хранится для нас на будущее время. А то, что Машея на подходе, я думаю, видно уже всем даже невооруженным глазом. Брахава Ацлаха, хорошей субботы.